меня последнее время безумно колет и щипет бета-аланин что ромка ребят прибавил либо майка у него такая майк зато ребят во всем приятно да вы все жмете больше чем роман халиулин а ты много где работал я и окна мыл на стройках работал сейчас может сланчика немножко провоцируем и твое мнение к тому что не можешь нахуй взять не берись то горомку были накатиться койдет с ними пиздец чтобы в баде оказался рыбий жир выжимал этот ебучую рыбу я могу килограмм это 5 килограмм протеина сделать и он будет стоить там 8 500 и он такой купит его скажет заебись а вы а вы дети что-нибудь себе украдите в магазине в питере в москве криво насадишь отъебут так что ну вот попа болеть будет вот когда у меня в шкафу лежит там типа лям просто за на это на такой крючек закрытый шкафу сейчас трена нет уже два месяца и блять разница жесткости мускулатуры вроде как практически ни у одного культуриста как иностранного так и российского в бизнесе ни черта не получил русланчик просто меня на свежую вчера сказал завтра мы договаривались на вторник и ровно все я можем каждый вторник вообще встречаться можем вообще заявить а привет у лёхи скилл вырос он теперь включает камеру он сразу включил и все да потому что самые интересные разговоры они до того когда включается камера да роман халиуллин а у меня один комментатор всегда меня русланом называет слушай меня на чеканате урала награждать абсолютку вызвали на самом деле меня и в детстве часто называли романом видимо в голове у людей весьма похожие имена у тех кого дизлексия это разные имена вообще абсолютно люди кроме того мы тренировки помнишь тренажер я похвалил такой крутой тягу сверху на спину то что он клёвый попадаем и причем ее не делали делал только он ну да я и спину тренировал в тот день в общем а теперь неделю или полторы плюс минут планирует спины не качать вообще с прошлой тренировки она болит вот хочу что-то вот там вот в этой точке где пятнышки вот да где банки ставили либо растянул очень сильно либо надорвал что встретил антона вчера в зале моего хирурга все помните из роликов но только болит он тыкнул пальцем очень больно попал сразу опытный хирург ягу ну вроде говорю гематом нет ничего нет наверное не оторвал рус там очень много сухожилий связок поэтому если надорвал там кровь не идет обрадовал это не мышца было да поэтому очень спину я пока не тренирую легко потренирую грудь рома патрирует грудь тяжело поэтому скорее теперь бежим потому что у меня через два часа самолет все времени у нас частную тренировку не разминаться ну как разминаться маленький вес очень пойдет поделать мы с камерах мы начнем я предлагаю пожать чудесные гантели да гантели чудесные это вообще вот это гантельный рай гантели компании рок вот рок они пушечные можно они приклеены 60 до 10 ну не знаю поработаем я пожал я пожал ты молодец я пожал русал мало причем это почему-то когда был на канале поди мани мы пришли о ки гантели как мультиках пожмешь а я их в других залах 50 я не знаю и пожал много давай попробуем не пожмешь будет не ставим ролик ну да я пожал я тоже есть не пожму мы не вставим мы че тут должны быть ваши шутки про мою цепь и молот про дополнительное отягощение да абсолютно верно только ради этого его и заказал главное напомните мне чтобы я сейчас вместе с ромой не пытался сжать тяжелые гантели действительно мне не надо этого делать вот четвертого утра только лёг работу было много 10 утра мы нашли тренировочку я вон то вместе прикатил скамейку туда где гантели тяжелые потому что идти с ними туда ну почти невозможно до них сюда идти на сначала такой очень у нас мужественный вид отжиманий от опоры скажите спасибо что не от опоры на коленках практически вертикально постараемся вот так почти без отдыха по отжиматься разница чтобы вышла суммарно 70 80 чтобы плечевой пояс грудные трицепс все это наполнилось кровью у меня все очень побаливает в плече чем левое плечо конечно у меня в круг как видите травмируется то сбоку спереди сзади но я ехал утром размышлял по этому поводу и знаете решил что как у машины подвеска там рычаг поменялся рентблоки поменял в общем я думаю все потихонечку то сейчас травмируется потом заживет окрепнется и станет нормальное плечо вот я не знаю работать так у людей но я же не человек я машина но у меня правое колено примерно так и случилось сейчас она вообще не беспокоит в отличие от левого слушай то которые правую грудь пришли у меня оторвана правая грудная с правым плечом у меня не болит ничего правое плечо но абсолютно здоровыми ничего не беспокоит меня полная амплитуда движения я бы полный отрыв левое плечо который ну где левая грудная которая была осталась целой у меня болит там все вот нету точки или там какого-то движения в котором у меня нет болевого синдрома в левом плече а я антоке говорил давай сразу отчикрыжим отрежем и пришьем заново закрепим как-нибудь чтоб симметрично был слушай ну и тогда испытывал боль я же рассказывал вот мне дожил штангу правая грудная оторвалась понятно штанга упала я не помню куда делать штанга из левой руки я работал же без страховки естественно как обычно и вот рвется грудная падает штанга весь я с одной руки остается куда я ее дел как я ее убрал я понятия не имею но это такое адренализа нагрузка понятно было довольно таки высокая x2 в моменте на разрыве на негативе у меня последнее время безумно колет и щипет бета-аланин ты не брал с новой партии ну я просто у меня такое ощущение что я в машине ехал выпил дома еще заранее претрен чтобы все максимально включилось у вас поставщик сырья сменился? уже начал подъезжать не просто новая новая партия у меня же глаза чешутся от бета-аланин то есть прям настолько сильное покалывание вот это сколько его бьешь? ну такой черпак с горкой кидаю в рейдж ну грамм 4 плюс в рейдж еще есть да рейдж кстати новая партия пока не комкуется прям очень порошкообразный у меня и вот последний я заказывал ну месяц наверное два-два с половиной назад вот он у меня на кухне стоит в шкафчике и до сих пор без комочков так что мы решили проблему ну тфу 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 ну пока нормально сюда очень удобный гонтерец согласились? да прям вот с ними как-то это мы должны будем сейчас сделать еще роме обязательно рилс красивый на айфон на киноэффект когда он будет жать шестьдесятки чтобы ему просто это потом все там ставили лайки говорили рома ты просто здоровяк машина и что такое я буду делать по 10 чтобы сильно не устать шаг к 60 нет повторений ты боишься устать? я думал в этом суть тренировки так у меня уже начинаются дебильные мысли пожать с тобой вместе я говорю стою и думаю хотел в камеру сказать готова что руслан будет со мной сжать ну слушай даже на негативе болит прикинь в лопатке ну в негативе что его может остановить сейчас это боль в лопатке ну в негативе не оторвется правильно что ромка ребят прибавил либо майка у него такая? майк сразу я даже не думал видимо он утром сам об этом подумал когда я примерил хорошая моделька прям такая симпатичная такая только у меня даже у лысого майкла джексон такой нет да это чистая правда у меня такой майки нету а тут две пары по 30 ну что реально эту майку вот ромке сразу отдал свитер свой хоккейный генетик пашке отдал я генетик никому не отдам потому что она эксклюзивная вот а во вторых нет она очень износостойкая там капец мне кажется ее не сносить а вообще не выпустили без рукавка без рукавого клощения было это они с футболки обрезали рукава чуть-чуть перешили да и такой он образец да не образец образец он говорит ну ты завтра снимаешь ролик вот тебе костюм потом мы отправили лекалок нарисовали уже отдали в разработку сшили весь прикол сшили не так прикольно получилось получился прямой очень этот шов неинтересно сейчас переделывают чтобы я хочу добавить сюда еще где-то сантиметр добавить да вот так чтобы сюда а мне вот кажется как будто либо вот так оставить либо чуть-чуть убрать мне кажется брать не убрать станет еще очень по базово джерси да прям будет такая до майка я бы прибавил это все опять же зависит от развития ваших дельта видно я допустим вот по своим смотрю что мне вот кажется чуть-чуть бы еще оголить прям вот сантиметрика полтора-два у меня уже будет все прямая майка уже будет не так уже быть у всех прям был богу жила на прикольно вам видишь нам виднее правильно уж кто главная главный ты будешь таким маленьким шагом идти мы с тобой ничего не поднимем я сороковки ищу они на разных этих пожалуйста пожалуйста я давно с такими весами не работал сороковку уже давно не работал да подожди а что ты жмешь я дрожь его релада понятно штангу 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 в тренажерах что штангу жмешь но по всем интересно подожди последний раз я работал 110 килограмм на на где-то на 7-8 повторения жал но вы видите вы видели ролики это не про не просто жим с мостом когда это самое это коленочки подняты ноги подняты и изолированный же в таком оправдание зато ребят вам всем приятно вы все жмете больше чем роман халиулина для ложе ну это круто на самом вы массы вон гордимся потому что вы все в команде генетика потому что так или иначе вы используете спортивное питание сейчас марусланчик немножко провоцируем вопросиками каверзан во время жима спасибо после да бросай я понимаю, что ебать нельзя гантели бросать можно, тут не ругается ну я к тому, что, как говорят не можешь нормально поставить гантели после того, как ты их пожал не хуй брать, болит, значит тяжелое болит, не обращайте внимания да не, я посмотрю, кто тут 60 поставит такой на пол, аккуратно что это? у собачки боли, у кошки боли а у Руслана не боли на какое море вы полетите? с дочкой ну куда? на Турцию ну куда еще ребенком лететь? до Турции ну вот так вот я в Турции ни разу в жизни не был я тебе, вот знаешь, честно скажу да, естественно там люксовая пятерка там все будет супер по высшему разряду и скажу, что это просто к моему ну в определенной степени к сожалению у нас чудесное черное море у нас есть чудесные дружественные республики да, там с теми самими же там крутыми озерами в Казахстане и в Киргизии, да там Иссыкуль, да, в Киргизии тоже там Иссыкак то есть озеро крутое в Казахстане есть там побережье в Азербайджане ты сейчас говоришь про взрослый отдых да нет, я говорю то, что там не обустроено и наши черные то есть Сочи ебанное говно, деревня сраная ну нет, мне на самом деле Сочи понравилось галька эта ебаная, такой пляж такого размера три нормальных отеля, остальное клоповники я бы хотел отдыхать у нас путевка стоит ебучих денег я хочу их оставить здесь ну чтобы было подобие сервиса подобие какой-то там территории нормальной но прайс в Сочи прям такой то, что ты можешь получить в Турции за 300 Сочи будет стоить миллион да, вот к слову, мы вот недавно ездили в Абхазию и на обратном пути мы на 5 дней в Сочи заезжали у нас день на семью на 4-х человек при не каких-то там ресторанах, что мы там где-то питались, обычный где-то по набережной там кафешки и так далее вот эти вот обычные 20-25 тысяч в сутки прайс вот у нас на семью был на 4-х человек ну грубо говоря, вот день ты проснулся, проснулся проживание квартира там 5000 рублей вроде сутки и вот на поесть мороженки пироженки, попить все, вот фото с обезьянкой фото с обезьянкой мы, кстати, тоже сделали за 800 рублей но тут Ромка отбил, как бы с ним, друг, фоткались туристы он брал 500, с обезьянкой 800 то есть там плюс-минус где битканиц свел я к чему я очень хочу отдыхать у нас я вот был буквально в Киргизии недавно я ездил на Иссыкуль очень красивое озеро чистейшая вода холодная достаточно, но был отель очень хороший но опять же он стоил что ты на смотришь? 50 тут обосраться теперь делай вот нет надо, чтобы ты встал и мне не обосраться чтобы я встал я боюсь если ты их уронишь, они тяжелые в общем, я надеюсь, что придут эти времена чтобы был у нас хороший отдых зависит от всех от инвестиций, от налогообложения на турзоны и от людей, которые там будут работать их задача работать, оказывать хороший сервис ну почему бы нет это нормально я же, поймите там сейчас, допустим, я там владелец чего-то мне было 18-19 я работал в зале тренером у меня был бейджик и я оказывал, ну грубо говоря, сферу услуг я работал максимально хорошо вот насколько я мог выкладываться у меня клиенты не уходили все были довольны блин, меня клиенты там все поздравляли со всеми праздниками на свете блин, у меня аж было это у меня были все мужики взрослые в основном тренировались они между собой общались была такая у них прям группа уже называла клуб Ромашка здоровые все были но у меня все мои ученики в зале в какой-то момент выглядели лучше чем практически все тренера и приходили на этот клиент у меня был один такой еще ученик Рома Козий он был такой он был финн-директор двух клубов ночных в Питере в то время он такой весь на Беккенберге знаешь, такой весь стильный выстриженный сухой блять, мускулистый когда телки приходили взрослые все хотели к нему записаться на тренировки они говорили, бля, он типа клиент клиент ну вот и я работал в сфере услуг поверьте, я много где работал я и окна мыл и на стройках работал и руки на стройке сломал обе две штуки все, что были это не зазорно а мне в Сочи понравилось мне в Сочи не нравится а мне в Сочи не нравится утром тоже вот от этой фирмы roach да они раз правильно называются вот у них есть такая стойка с гантелями грубо говоря ты просто ложишься на скамью и у тебя здесь гантельки . что есть их по сути брать не надо и педальку нажимаешь я стоечку вниз ушли что это гантели пожалуй ты знаешь на мне ну да но все равно вот для таких случаев например когда нам действительно гантели тяжело взять и твое мнение к тому что не можешь нахуй взять не берись то есть вы не можете со стоечки гантели с ними дайте вывести их рабочее положение и жать их не надо жать ну и зря вот и вообще хрен вы взялась в убеде приехали зал вместе за буду черт об этом мы и взяли поэтому я и приехал я не забыл и приехал поэтому я бы написал вчера ну естественно откуда бы я это самое потому что руслан как столица не посмотришь он блять то в москве в питер заехал переодеться умыться и опять улетел куда нибудь забыл да ребят я в москве квартиру покупать руслан ну возможно горомка блять накачается как идет с ними пиздец нахуй не нужны вообще в залах ничего блять кто это занимается в прошлый раз мы снимали для бодимания этот видос понимал я тогда пришел там где стоят шестьдесятки в углу стояли две деревянные тумбы лежали два пуфика то есть и они были в зоне никто и они были чуть пыльные если были никому не нужны максимально сейчас мы будем уж до ромика делать на фото я их пожму возьмешь конечно я же пожал тоже здоровый жма жмет да и и и и и и красавчик укидай 7 полных да и 2 может быть было бы лучше сделать больше раз и помочь раме но такой видосик ему пильнул дарим дарились а рельса он там музыка поставит типа там за кинг из бэх там ты дыр 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 я чего-нибудь такое асфальт 8 ну ладно слушай ну у меня дебют я лежал 60 никогда приятненько так ну в целом и года сразу это пощекотило нормально приклеили что ну еще один подходе контроля с полтинчиком сделаю в отказ на 6 на 6 а шейки забудай кубничный брата твои любимые вкусненько не холодный специально набираю ты же ругаешься за холодную воду вода должна быть комната температура вода должна быть комната температура рост я это что ругаюсь я даю рекомендации которые при верном их соблюдении каждая из них суммарно может повысить кпд уровень и качество служебная развития мускулатуры спросить вчера в инстаграме увидел где доктор там скажем определенных наук доктор наук говорит о том что омега-3 если ее пить соло она не усваивается с ней обязательно нужно выпивать например сказал витамин c причем не аскорбиновую кислоту и именно витамин c и ну такую добавочку типа куэзима q10 а вот он будет освоиться да ну не то чтобы не усвоиться как-то он сказал по-умному типа не закисляется что-то такое короче начинается какой-то процесс думаю что подобная рекомендация говорить именно про мат может повысить незначительном количестве усвоение своей до станет выше кпд к примеру да то есть там на 7 процентов усвоится больше рыбьего жира следовать так важно а рыбий жир красота хотел сказать да что учеток про куэнзимы витамин c внутри стейка лосося я ну конечно содержится какое-то количество но очень мало можно этим пренебречь так скажем да и почему тут усваивается а ты видишь но это бада касается вы не поверите чтобы в баде оказался рыбий жир вы же молотят ебучую рыбу а ее сдавливают из нее масло вытекает и масло запихивают в герметичную изолированного кислорода среду внутри мжк мягкой желатиновой капсулы что помогает не подвергаться жирным кислотам окислению перекислом у возможно о котором он говорил и ко всему прочему слава богу банка она не прозрачна и туда не попадает солнечный свет что же не нарушает целостность омега-3 жирных кислот что касается там нашего производства непосредственно омега-3 она происходит также в изолированном от яркого света помещений что же снижает негативные факторы сказывающиеся на ненасыщенных жирных кислотах поэтому возможно будет также с коллагеном до коллаген любом случае усвоится но с коллагеном также рекомендуется прием витамина c то же самое лс и joint у нас составе есть здесь витамин c мало того так еще есть фосфолипинхолиды могут быть полезны поэтому к примеру можно добавить какой-то страх шиповника но и не только волосит и джоник в коллагене тоже плюс витамин цена да но все нас кладет и нам c идет потому что так ну отдать должное и вот я руслану задал этот вопрос после того как этот ролик ну типа уже заканчивался там была рекомендация по приобретению отдельного бада который содержится именно все эти компоненты как бы да это называется уникальное торговое предложение что в типа у нас тут все это разом есть но сколько там этого витамина c а глянуть бы завод документы в общем вот смотри опять же я хочу сейчас вот этот вопрос чтобы руслан или лёха потом его вырезали и вставили в шорсы на ю тубе и чтоб ты рилс в свой шорс в ю тубе вот почему на бадах такая маленькая рекомендуемая дозировка пишется потому что люди которые подписывали регламенты по адекватному максимальному содержанию полезных веществ в продукту в препаратах это было очень давно на год 92-й примерно не менялась они не менялась ладно эти люди люди они это дебилы ну то есть давай так опять же у нас максимально допустимая дозировка в российской федерации на одну капсулу витамина d 600 единиц вот поэтому любой врач которому ты придешь пропишите минимум 2000 зачастую конечно не проблема съесть три капсулы но витамин d в микрограммах идет его в одну капсулу можно насыпать две тысячи единицы она такая же будет одна штучка это вопрос тому знаешь российские нормы дебильные почему тогда вы в баночку не делаете больше ну типа допустим вот омегу-3 давай омегу-3 возьмем витамин d ты берешь баночку 360 капсул она не полная счетом того что надо жрать некоторого 12 капсул потому что люди в россии бедные население бедное если в банку насыпать 1000 капсул она будет стоить 3500 рублей а у человека зарплата меньше и средний чек большой лучше я насыплю понемножку во первых в среднее по рынку есть среднее по мы смотрим стандартная упаковка 90 капсул 180 уже много у человека допустим чек на полмесяца 4000 рублей аванс он получил уходить купить себе баночку витамина c баночку омеги баночку быца раз в месяц зарплата еще банку предприниматель берет и я должен сделать так же как мог это купить я могу килограмм это 5 килограмм протеина сделать но будет стоить там 8 500 его только купят его скажет заебись а вы а вы дети что-нибудь себе украдите в магазине такой рынок я не виноват ну я не пока я к тому чтобы люди понимали для чего это дело делать все в огромной упаковке используют меньше пластика мне это очень не нравится эти маленькие банки но вот такая вот среда у нас а поймать на из компании типа там king pro ты на всякого такого дерьма кучи брендов на галдерес где партнер стоят тысячу рублей и люди объясняют мне что они-то молодцы они без оценки работают у их товар ниже себестоимости там насыпано блин ничего не насыпано краснодарского края куча производств которые там есть там несколько тоже очень низкой вероятностью там содержание белка соответствует заявленному теперь в хаммерочек идем рома качался я я накачался я задаю руслану эти вопросы не потому что я тупой смотря кому-то делать а исходя из запросов из комментариев под роликами и так далее то есть люди интересуются этим спрашивают почему так вот почему не сделать так я вот непосредственно имея возможность напрямую спросить об этом руслан чтобы он вам ответил почему так то есть все что делается на производстве делается не просто так не от балды а делается потому-то воду конечно сам объясняет там что ну блин ребят есть конкуренция это бизнес бизнес очень конкурентный очень тяжелый рынок причем мало того он же местами не сильно контролируемый до в регионах в питере в москве криво насадишь от ебут так что ну вот поболеть будет то есть тут проверок экология роспотребнадзор налоговые проверки огромное количество того что как быть более богатые города чем дальше так скажем в регионы там есть у тебя есть производство ты даешь рабочие места людям хоть какие-то да плевать всем пока у тебя из этой продукции там 100 человек разом не отравится претензий не будет то есть то нарушение какое-нибудь что я не знаю я не на ту полочку положу ароматизатор вот положу ароматизатор не на ту полку мне выпишут штраф 500 тысяч другое производство не положит вам белок в протеин им выпишут предписание быть внимательнее чувствуешь да разницу у нас был штраф в 3 миллиона за то что у нас мусорный бак металлический для картона стоял на асфальте асфальт был потрескавшийся и нас обязали положить под него бетонные плиты якобы чтобы в случае дождя из мусора в грунт в грунт будет с водами не проникала грязь какие-либо там ну химикаты если что в картоне нет химикатов на 1 во вторых он стоял на твердом покрытии типа асфальта и бетонные плиты но из того что нет он типа якобы был треснутый через него могли ну это было натянуты из пальца но ты представляешь себе какая степень я вообще сомневаюсь я уверен что где-нибудь мусор сваливают на землю рядышком и как бы никого это не смущает чем это картон нас отдельный ну ребята уже видели да мы собираем мусор отдельно пластиковую тару отдельно мы сдаем макулатура отдельно батареечки отдельно и так далее ну очень сильно следим и конечно у меня там есть желание там мы так одни из крупнейших производителей своей ниши хочется быть прямо лидерами рынка и там на этот год весьма амбициозные планы там на большую оборотку там я думаю мы стремимся на 2 ярда выйти в этом году по всему понятно и по собственному бренду и по стм требует больших усилий конечно конкуренции в рынке если все покупают омега-3 в баночке 90 капсул мы должны ее произойти в таком виде и дальше уже как-то конкурентные пользуются есть в камеру как хотел вопроса задать потом переформулировал ой забыл как переформулировал это гантели 60 так работают сюда пойдем а у бренда есть сезонность смотри интересно сезонность у бизнеса есть именно в разрезе еще по одной сразу давай именно в разрезе стм наши клиенты да кто у нас свои бренды выпускают у них сезонность есть и просадка сезонная есть а у самого бренда genetic lab просадки сезонной нет вообще круглый год но я сразу же какие-то пики продаж нет пики продаж праздник разная пятница и так далее но просадки сезонной ну кроме нового года когда люди все совсем отдыхают нету летний просадки нету то есть наша аудитория это люди более любящий фитнес занимающиеся регулярно и на высоком уровне и они тренируются и зимой и летом поэтому по генетику просадки нет согласись очень большая так скажем очень большую роль забрала на себя бады которые вы начали производить объем конечно объема шедший нет не спортивное питание а именно бадов конечно группа здоровья гораздо выше примерно две трети оборота это просто витаминки нет ну а сейчас ребята без без спины то буду тренировать грудь плечи ноги ох ребят берегите себя не получайте травмы по возможности очень это все неприятно некомфортно а еще надо бороду постричь уже какой-то просто пиздец ты когда шел я говорю до этого легкарного вахабит идет просто нету времени просто нету времени совсем корма-то нормальная ну уж совсем отросла а весь прикол ребят что она такая отросшая побриться самостоятельно но тут почти невозможность станком сбрить займет столько времени взять машинку снять один слой потом выкачет он так столько долго поэтому забиваешь такой уж и хрен с ним мне больше нравится ну канал подрастает потихонечку даже лёша достал 40 тысяч подписалась на канал и мне больше нравится такие новые залетные персонажи которых срочно смущает там знаешь типа браслет вот смотрите мы тренируемся я кстати это будет долго без бинтов пожалуй гантели ребят честное слово мне не мешает браслет вот когда у меня в шкафу лежит там типа лям просто за за на этот на такой ключи закрытой шкафу вот это меня смущает нахуй брать с собой ям типа нахуй вообще нужно дома его оставить короче мне ничего не мешает если что но меня забавляет что некоторых это смущает пока называет у них беспокойство ребятки я вам пожелаю одно быть чуть умнее чуть добрее и добиться возможности чтобы у вас были какие-то вещи которые будут раздражать лохов неудачников и гандонов пусть у тебя будет охуенная тачка чувак блять персень с таким бриллиантом чтобы у тебя была самая потрясающе красивая девочка на которую будут оборачиваться все это будешь знать что она там с тобой и так далее и тому подобное чтобы детки у вас были счастливы родители вы своих могли обеспечивать вот вот и пусть этому завидуют гандоны всякие вот так и пишет комментарии да нам грубо говоря не горячо не холодно от этого я почему взрывающиеся пердаки возможно нагревают атмосферу возможно из-за этого погода хорошая вот поэтому да все заметили на что я блинчик не добавил себе в этот подход бля я долго сидел на тренинг ну что и сушка и потом цикл набора у меня на компенсации тоже на тренинг был вот и сейчас трена нету уже два месяца и блять разница жесткости мускулатуры меняется прям там такая плотность такая жесткость блять на нем просто когда ты постоянно на нем сидишь ты как бы разница уже не видишь вот но вот когда я его убрал поменялся с на фенилы и приму ставы про там такие дозировки блять смешные 300 того 300 того блядь я к тому что ну вот и двое что надо 120 сухие жесткие там и так далее а я просто не могу разъесться до этого вес ты был не говорю ближе к этому весу 115 111 был ну ну это прям блять такой я была басина ты был вполне себе неплохо все говорили что ушел в чажи выступать ага он фотался у зеркала красиво видосы снимал опен опен рома опен может сделать только бутылки с виски опен опен вот этого давай давай работай поджимай хорошо молодец давай дробь давай так у нас 10 минут ну рома там точно закончит тренировочку да вам что-нибудь скажет хорошего а я вас поведу 10 минут его помучаю я вот придумал чем о хорошо что ты про сейчас гантельки и легкие 15-20 здесь я параллельно гантельки жмешь вот так блин мы единица не хейтем мы ну по-доброму вот ну он такой он как этот медвежонок мишка для такой у нас нету к нему какого-то негатива по крайней мере у меня вы прикалываются но мы такое да мы просто как бы подъем но это все такое по-доброму не со злой какой-то корысти но как я руслан сказал что я это болото больше тянуть не буду пусть руслан сам а я на подмоге это только потому что там руслан что-то попросит помочь не я больше не буду как denis выразился хайпится на нем а хат ищикой посмотрим так он же так и сказал в интервью у тебя с големом почему разошлись вот кстати я хотел тебе провокационный вопрос задать а в чем провокационный что с големом что с големом локотки точнее при приеме вот так и вот сюда повыше выжимаете кулачки сюда кулачки сюда вот так с ним ничего больше да больше ни у кого с ним ничего больше вот что с брендом джесс и последнюю последнюю фразу которую от него лично слышал да когда мы с ним в дубае общались мы позапрошли до приезд он мне сказал что у него эмоциональное выгорание он не в ресурсе сейчас короче еще и в общем там у него были то какие-то души душевные переживания и так далее вот последняя фраза на которой вы типа с ним закончили диалог он сейчас не в дубай очень дубая чехия не знаю где он точно в общем не в дубай а что с брендом джесс самим брендом все чудесно позже был просто как лицо как всегда на его медики был завязанного зависи ушел хиток габбл гифт внутри да было пять процентов там с продаж у боково там у джей катлера контракту арнольда был контракт за лицо с масковым фармом ну давайте уж будем честными что вроде как практически ни у одного культуриста как иностранного так и российского в бизнесе ни черта не получил уроне колман ни ума ни таланта у них на это не хватит ну и катлер до сих пор свой бренд это его собственно не так и в атак не стал катлер нутришн на уровне оптимума не или универсала ну в россии не знаем почему не стала так развита потому что все эти санкции и так далее когда завезли за границей тоже не покупают а тоже не мне это продать этих брендов продаж нету во всем внутри я единственно скажу я знаю что бренд дори она я очень популярен в румынии и так я ты знаешь мы с тобой вместе были давай тогда вот ты был в польше мы выходили по маркетам даже ролик сколько ты видел брендов мировых ты видел как там ну я имею что они в польске бренды а.ф. но он в основном островит что там еще было актив актив какой-то короче польские бренды никаких оптимумов роник алиманов никого нет но есть какие-то знаете три банки и позиции рамки точные позиции нет такого чтобы целый стеллаж стоял там леврона какого-нибудь роник олма хотя у нас в рон очень популярно тут прямой к примеру вот в румынии в румынии да очень популярен этот дориан яд д y nutrition за дориан яд реально его по было много везде я его прям видел в магазинах много вот это опять же видите я вам не какие-то придумки рассказываю что это популярно это нет есть какой-то смотри я глазами с ими видел да то есть я расскажу там по леврону леврон люди с заграницей практически не покупают потому что там это считается и самый низкокачественный сделан из дерьма продукт там красивая блестящая упаковка но по сырьевой базе то есть леврон прям шлак а у нас что-то не премиум потому что зарубежно как сказал один oxygen nutrition по-моему да так называется есть такой не ошибаюсь о вот весьма популярен востребован на выставках на стендах до людей могут они лопатки больно ай не будем как сказал один ай биби бро есть ли протеин то только американский русский не берите только американский это был выпуски нбс и ролик где вот там рома поделился той истории про американский протеин да то что мухаммед или мам сказал и были комментарии негативный поводу рома что типа он со мной поделится эта информация нашел кому нашел кому типа блять рассказать роми с рома поделился естественно он себя сольет мы же это было в этом блять stories и да они там на широкую аудиторию отказано в stories и у лёши кузнецова я к стилю кузнецову по честному полежку а можешь скинуть этот stories где мухаммед говорит что к американский протеин он для штуку нет я не скину лёг привет родной ты знаешь каких и честно отношусь я не знаю почему тебя эта просьба смутила и что в этом такого если это было уже на твоем аккаунте мухаммед такой обрякнул что почему нет так давай-ка делаешь раз хорошо ромка сись напрягаются вообще конечно можешь пальчики поставить а мне не надо я могу тебя спросить я не любит трогать будет мокрый спотевший давай-давай-давай не касайся прям оставлять сантиметры чтобы нагрузочка не уходить три раза осталось да конечно в итоге два не доделал сразу не доделал поехали ромка был бы идеальный для рекламы компании москал ты даешь ему какую-нибудь тренировку это нанотехнологии наш креатин проникает до разглазное яблоко через 17 минут приходит один человек тренировки другой ну когда на пампе да очень но я пью очень много перед тренировкой креатин цитрулин бета-аланин аргинин 3 грамма соли изотоник порцию и пол порции поэтому соль нюхают в питере все у меня такой прям ну и по стренировке час у меня коктейль будет на 2000 килокалорий ага нормально что такое это что за борщ в шейкере у меня 200 грамм там банана 100 грамм овсянки 80 грамм протеина 100 грамм гейнера и 60 грамм арахисовой пасты это пьется это течет это да да течет вообще без проблем ну скажу так у меня на самом деле 4 черпака изолятор шоколадного из а в и примерно 100 грамм ну не овсяной каши а смесь там овсянка лен и овес ну да ты типа ты тренинг это смесь к каша и ложечкой еще сахарозаменителя потому что не по полный шейкер до верхушки и чтобы было чуть послаще я сахарозаменителя немножко кидаю тоже багажник открою выпью у меня вот после тренировки вот коктейль именно сыворотки 80 грамм я выпиваю через час и где-то вот у меня как прием пищи он жидкий просто ездил правильно иначе смысла нету все а потом уже еще там давай давай подходит 4 хочу понаблюдать что-то не профилонил то лёгкий ответственность будет еще в машинку в тросовый тренажер что он пошел и в тросе еще добил жим под наклоном на верхнюю обувь груди ты пойдешь с нами или ты нет друзья обращался на самолет полчаса до пул кого поэтому вам не желаю чудесного дня надеюсь вам понравился ролик поставьте палец вверх и поделитесь ссылкой на канал друзьями если они занимаются в тренажерном зале с вами был я ротан полетский роман халиулин у него тоже есть канал он тоже очень интересный там есть видео с фёдоровым много много все очень взаимно следующую недельку мы пропускаем а потом не пропускаем пока еще сделала брусья одно упражнение собственно весом три подходе кого отказ и на сегодня тренировку буду заканчивать обычно я вставлял либо трицепс либо бицепс тренировку с грудью сейчас на руки тренирую в отдельный день вот дабы создавать так скажем просто тренировочную активность потому что кардионагрузку я сейчас не выполняю вот один день отдыха для меня среди недели это такое себе поэтому меня иногда бывает среди недели я вообще не отдыхаю мне пять тренировок за неделю с понедельника по пятницу а субботу и воскресенье я отдыхаю прям два полноценных дня для отдыха даю поэтому я грубо говоря сейчас каждую мощную группу группу тренируя отдельно вот я стараюсь ноги тренировать два раза за этот цикл ну допустим бицепс и квадрицепс разделять но прошлый раз когда их потренировал полторы недели назад это была такая жесть просто я дней пять от боли корчился блять потому что долго уже их не тренировал и такую тренировку причем у меня силовые очень хорошие а с непривычки просто мясо настолько пробилось сильно что я уже к вечеру прям подохуевал вот из-за этого полторы недели их не тренировал потому что они очень болели вчера ноги потренировал вчера был у нас понедельник вот сейчас планирую в четверг все бицепс бедра потренировать но это будет не точно идем на брусья и будем заканчивать нормально нормально да я думаю будем заканчивать этот ролик вот видите у руслана самолет грубая на все про все у него два с половиной три часа он сориентировался приехал на тренировку потренировался сделали ролик на канал и он улетает час по своим делам вот человек который есть время нету время он прилетит в 11 часов откуда-нибудь или в 12 часов он найдет круглосуточный зал если будет где-то поблизости по дороге скамой у него заедет и потренируется вот пусть она тренировка такая да грубо говоря заняла у него 40 минут она может быть не такая хорошая как когда ты планируешь там ну что у тебя есть время ты пришел полтора-два часа хорошо тяжело потренировался но в таком режиме в котором он живет он тренировки не проебывает вот и в этом наверное залог его формы которая при его в таком вот бешеном ритме жизни до плюс минус целом хорошо держится он всегда в хорошей спортивной поджарой форме ему не стыдно грубо говоря снять там футболочку он всегда такой плотненький хороший вот поэтому как бы там ни было но время на тренировку найти можно всегда и руслан как никто это знает и пытается в массы все это продвигать и демонстрирует вам в общем спасибо вам огромное за просмотр дорогие друзья подписывайтесь на канал подписывайтесь на все ссылочки телеграма и так далее все что у руслана везде где выходит контент вот особенно телеграм потому что в телеграме у него очень часто сначала в телеграме анонсируется какой-то дроп одежды дроп какого-то нового продукта какие-то скидки подписывайтесь ставьте лайки пишите свои комментарии и до новых встреч дорогие друзья до свидания